Мои коллеги, я очень рад, что в зале остались только те, кому действительно интересно. Поэтому особенно приятно выступать перед такой аудиторией, которая в теме. В связи с чем, скорее всего, вам будет уже не так интересно слушать мой доклад, потому что предыдущие докладчики по частям в большой степени рассказали то, что мне предлагали рассказать организаторы, за что я им очень благодарен, в смысле за возможность здесь выступить, но тем не менее, хотя бы какая-то часть, она будет для сегодняшнего дня несколько оригинальна. Итак, для того, чтобы рассказать про планирование алгоритма лечения, в первую очередь, как мне кажется, все-таки надо понимать, что есть несколько основных групп злокачественных опухолей молочных желез, которые мы лечим. Их условно можно разделить на инвазивные, первично-операбельные, местно распространенные, метастатические. Конечно, подходы как к диагностике, так и к лечению этих опухолей несколько будут отличаться. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые мы должны сделать всем пациентам, и это в первую очередь их обследовать. И обследование, естественно, начинается с местного статуса, куда входит либо маммография, либо УЗИ в зависимости от возраста. В некоторых случаях возможно выполнение МРТ молочных желез. Плюс обязательно является ультразвуковое исследование зон регионарного лимфооттока. После того, как по данным инструментальных методов исследования мы видим наличие какого-то подозрительного образования, мы обязательно должны приступить к этапу верификации этого образования. И стандартной, и золотым стандартом верификации на сегодняшний день является, конечно же, биопсия опухоли, которая чаще всего производится с помощью различных видов устройств, в связи с чем она и называется, корбиопсия, которая позволяет ответить на подавляющее большинство вопросов, стоящих перед клиницистом о типе опухоли. Если обычная корбиопсия недостаточно информативна для получения большего количества материала, могут использоваться различные приспособления для вакуумно-ассистированной биопсии. Извините. Экстезионная биопсия, или то, что иногда называют секторальную резекцию молочной железы со срочным гистологическим исследованием, это отличный способ получения большого количества материала для диагностического исследования, но тем не менее он слишком инвазивный, и при использовании современных методов диагностики в ведущих учреждениях уже практически не используется. Биопсия кожи молочной железы выполняется в том случае, если узловое образование в ткани молочной железы отсутствует, для верификации диагноза и дифференциации различных вариантов злокачественной опухоли. Тонкоигольная аспирационная биопсия остается очень важной роль в том случае, когда мы видим рак в кисте, например, и отсутствует значимый солидный компонент, откуда можно было бы взять биопсию. Достаточно широко используется для изучения состояния регионарх, лимфатических улов, тем не менее основывать план лечения, исходя из только результатов цитологического исследования, недостаточно. Буквально две недели до этой конференции мы столкнулись с ситуацией, когда цитологически пациенту по данным цитологическим исследованиям был поставлен диагноз рак молочной железы, было выполнено хирургическое вмешательство, а гистологическое исследование не подтвердило цитологического диагноза. И хорошо, что хотя бы это была органосохранная операция, которая позволяет хоть сохранить качество жизни пациентов, поэтому основываться только на цитологическом исследовании для выполнения радикальной операции на молочной железе, в общем-то, как мне кажется, на сегодняшний день уже не совсем правильно. В некоторых случаях диагноз ставится только по результату мазка отпечатка, если не видно других проявлений заболеваний. Кроме того, активно методы морфологической верификации должны использоваться и при прогрессировании болезни, что вот на предыдущей секции несколько раз обсуждалось, и это можно или даже необходимо делать как при первичном обследовании больных, так и в случае прогрессирования заболеваний. Что касается обследования пациентов с точки зрения поиска отдаленных метастазов, выполнение этих методов, оно достаточно по-разному к нему подходит в разных странах мира. Вот, скажем, на последнем конгрессе АСКО, про который сегодня уже не раз упоминали, было сказано, что при первой стадии рака молочной железы поиск отдаленных метастазов можно не проводить по давляющему большинству больных. Тем не менее, в России в большом проценте случаев считают по-другому, и выполнение рентгеновского исследования, ультразвукового исследования органов брюшной полости за брюшином пространстве малого таза являются стандартными. КТ или МРТ этих органов выполняется по показаниям. Что касается радиотопного исследования, то я думаю, что мы слишком широко назначаем этот метод. При ранних формах рака молочной железы выполнять его не нужно в случае отсутствия соответствующих показаний, как то боли в костях, либо повышения уровня щелочной фосфатазы. При местно распространенных делать нужно. Что касается ПЭТ-КТ, тоже очень популярный метод исследования сейчас становится, и некоторые горячие головы вообще хотят использовать ПЭТ-КТ для скрининга локачных новообразований, в том числе рака молочной железы. Тем не менее, рутинно в диагностике первичного рака молочной железы этот метод не является стандартным на сегодняшний день ни по одним клиническим рекомендациям. Тем не менее, на АСКО был доклад, который говорил о том, что в определенном проценте случаев, в докладе было до 8% случаев, при ПЭТ-КТ выявляются отдаленные метастазирования, которые не выявляются при других методах исследования, что требует изменения концепции лечения пациентов. Тем не менее, данных о том, что влияет ли это активное выполнение ПЭТ-КТ на выживаемость больных, на сегодняшний день нет, и поэтому рекомендовать всем больным это исследование, на мой взгляд, пока мы не можем. Если говорить про планирование лечения, то вот сейчас я тут подготовил несколько слайдов, касающихся алгоритмов, и решил их разделить на два по типу. Тот, который на сегодняшний день является стандартным, и тот, который на сегодняшний день стандартным не является. Тем не менее, в ближайшее время могут быть эти стандарты пересмотрены. Но вот что касается, скажем, неинвазивного рака, на сегодняшний день на первом этапе выполняется операция различного объема. Если это операция органосохранная, то дальше требуется выполнение дистанционной лучевой терапии, после чего по показаниям выполняется гормонотерапия. Однако есть уже сообщение, да, вот интерес к лучевой терапии при раке инситу, он такой волнообразный. Сначала считалось, что можно вообще никому не делать, потом вроде как нужно делать. Сейчас опять появились работы, скажем, что при раке инситу с первой степенью злокачественности проведение лучевой терапии после органосохранного вмешательства, точнее, не проведение лучевой терапии при первой степени злокачественности не ухудшает прогноз и не увеличивает число рецидивов. При начальных стадиях, люминальном А по типе, опять же, на первом этапе в большинстве случаев выполняется операция после органосохраняющего лечения лучевой терапии, потом выполняется гормонотерапия. Но вот есть мнение о том, что может быть раннее начало гормонотерапии и определение чувствительности опухоли гормонотерапии позволит каким-то больным определить показания к проведению или не проведению химиотерапии. И, возможно, вот такой ранний тестовый курс гормонотерапии позволит несколько модифицировать тактику лечения. При люминальном Б хер отрицательном та же самая ситуация, но здесь несколько по-другому, другая идеология. Может быть, некоторым больным даже с люминальным Б-подтипом можно было бы отказаться от проведения химиотерапевтического лечения в том случае, если мы видим хороший эффект от гормонотерапии. И поэтому, да, если вот в стандартном варианте, опять же, мы начинаем с хирургического лечения, то альтернативный путь позволяет нам оценить чувствительность гормонотерапии и, может быть, в каких-то случаях отказаться от проведения химиотерапии. При хер-2-позитивном варианте, при раннем раке, также обычно мы все лекарственное лечение проводим в адевантном режиме. Однако, раннее начало лекарственного лечения с использованием антихер-терапии позволяет также оценить эффективность, в некоторых случаях достигать выраженного клинического эффекта и патоморфоза опухоли, что позволяет, с одной стороны, изменить, может быть, вопрос назначения либо неназначения химиотерапии после операции и в каких-то ситуациях, сейчас мы уже имеем несколько различных препаратов, которые обладают антихер-2-активностью, модифицировать антихер-терапию в послеоперационном периоде. При хер-2-позитивном раке та же самая ситуация с предоперационным и послеоперационным лечением. И при тройном негативном раке, при начальных стадиях, также раннее начало химиотерапии говорит о том, что, особенно, может быть, дозоинтенсивные режимы могут позволять достигать полного лечебного патоморфоза, соответствующим образом прогнозировать течение болезни. И вот в последнее время появилось несколько сообщений о том, что, может быть, эти пациенты тоже нуждаются в длительном поддерживающем лечении и метрономной терапии с использованием индоксанов, метатрексата позволяет достигать определенного эффекта. При местно распространенных формах злокачественной опухоли мы в основном все-таки начинаем с лекарственного лечения. Если сегодня стандартом этого лекарственного лечения является химиотерапия, о чем в предыдущем сообщении как раз-таки было, то, может быть, при иллюминальных вариандах надо начинать не с химиотерапии, а именно с гормонотерапии для того, чтобы избегать таких неприятностей, которые нам были показаны на страшных картинках. И только в случае отсутствия эффекта переходить к химиотерапевтическому лечению и, соответственно, таким же образом модифицировать послеоперационное течение болезни. То же самое при HER2-отрицательном иллюминальном варианте. при HER2-позитивном иллюминальном варианте опять же мы переносим антихертерапию в предоперационный этап и, возможно, в некоторых случаях больные с так называемым тройным позитивным раком молочной железы может быть, не нуждаются в химиотерапии вообще, да, вот я здесь написал плюс-минус химиотерапии, может быть, им нужно проводить только антихер-2 терапию и гормональное лечение. При HER2-позитивном раке вынос антихер-терапии в неодевантный режим позволяет в некоторых случаях достигать определенного лучшего результата и каким-то образом модифицировать послеоперационное лечение. И при тройном негативном раке та же самая ситуация стоит вопрос о неком возможном наблюдении, не только наблюдении больных по окончании лекарственного или местного лечения, но также и назначении метрономной терапии. Что касается метастатического рака, тут вообще очень много вариантов, поэтому я остановился только на одном. Вот при гормонопозитивной опухоли в основном, да, этим больным проводят химиотерапии, гормонотерапии с использованием бисфосфонатов при необходимости, иногда лучевая терапия. Тем не менее, вот на сегодняшний день рассматриваются варианты, что может быть местное лечение у этих пациентов тоже оказывает некий эффект. Причем это локальное лечение может проводиться не только на молочную железу в разных вариантах, да, как хирургическая, так и лучевая терапия. Но, вот опять же, сейчас на АСКО было достаточно большое сообщение о том, что удаление единичных опухолевых узлов метастатических, которые на фоне длительно проводящейся химиотерапии остаются, не увеличивается их количество, и мы наблюдаем хороший эффект в большинстве очагов, за исключением некоторых, которые остаются, может быть удаление вот этих метастатических узлов, так называемой метастазоктомии, позволяет в некоторых случаях достигать лучшего эффекта. Поэтому стратегия планирования лечения, как мне кажется, не совсем такая однозначная ситуация, и, тем не менее, пробираясь сквозь какие-то ветки, мы, может быть, и можем выйти в какое-то чистое свободное плавание. Спасибо. Спасибо, Александр Валерьевич. Один вопросик. Можно, Александр Валерьевич, спасибо за презентацию. У меня следующий вопрос. В группе HER2-позитивного рака можно с вами согласиться, что химиотерапия в одевантном режиме где-то можно уже как бы этим пренебречь. Скажите, пожалуйста, можно ли пренебречь анти-HER2-терапию в одевантном режиме, особенно в тех случаях, когда мы не видим эффекта на комбинированное лечение, включая тростозумаб в неодеванте? Спасибо. Это очень хороший вопрос, на который на сегодняшний день, я думаю, что какой-то значимый ответ вам никто не даст. Если вы спросите про мои чувства и ощущения, я думаю, что сегодня, когда мы имеем, повторюсь, несколько анти-HER2-агентов, если мы не видим эффекта на одном варианте терапии, я думаю, что все-таки отказаться от анти-HER2-терапии мы не можем, даже если в неодевантном режиме мы не увидели какой-то результат. Либо мы делаем сейчас двойную блокаду, которую был сателлитный симпозиум, те, кто присутствовали, слышали, как она эффективна. Либо, может быть, мы модифицируем как-то химиотерапию с оставлением анти-HER2-терапии. Но все-таки я думаю, что на сегодняшний день пока данных, которые бы подтверждали возможность отказа от анти-HER2-терапии, не существует. Продолжение следует...